Штаммы сильно отличаются друг от друга по количеству мутаций. У омикрона их более 30 по сравнению с дельтой. Новый тест учитывает эти уникальные мутации. Если они есть в образце, то выдается положительный сигнал. Если нет, результат будет отрицательным. Получается дифференциальная диагностика. В зависимости от наличия определенного сигнала подтверждается тот или иной штамм коронавируса. Преимущество этого теста, помимо того, что он позволяет определить разные штаммы, это то, что у него есть электрикционное исследование, то есть он разрешен для медицинского использования в Российской Федерации. По времени он занимает ровно столько же, сколько и стандартный ПЦР-тест, но дает больше информации. Почему же может быть важно, каким именно штаммом болен человек? Дело в том, что омикрон – это крайне заразный штамм коронавируса. Значит, люди, которые были в контакте с таким больным, находятся в повышенной зоне риска подхватиться коронавирусной инфекцией, заболеть COVID-19. В то же время Дельта, хоть он и менее заразен, он все-таки вызывает более тяжелое течение заболеваний, а значит, что у больных, у которых диагностировано Дельта, нужно быть чуть более внимательным к своему здоровью, его обращаться в больницу. Ну, на самом деле, рекомендации, они одинаковые. Для ученых Казанского федерального университета данная работа в первую очередь вызвала научный интерес. Проводятся научные исследования по выявлению биомаркеров, которые позволяют узнать тяжесть протекаемых заболеваний и эффективность методов лечения. Но трансляция – это как раз процесс, что мы не только преследуем научный интерес, но мы и внедряем в самые современные технологии практическую мегуцину. И надеемся, что и пациентам, и врачам он поможет для того, чтобы лучше понимать, что же происходит с тем или иным больным. Возможно, поможет скорректировать схему лечения. Насколько этот тест будет популярен, покажет время. Новый метод – простой, быстрый и недорогой. Он позволит быстро отличить омикрон от дельты и предпринять необходимые меры, чтобы не допустить распространения опасного штамма. Причем использовать метод можно и в тех лабораториях, где нет специального оборудования для секвенирования. Надежда Мещерякова, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова